Во всех сферах образовательного процесса учителя, школьники и родители получают помощь психологов. Они есть практически в каждой сочинской школе, в детских садах и в учреждениях дополнительного образования. В целях повышения профессионального мастерства педагогов-психологов проводятся конкурсы. Это всегда часть профессионального роста участия в конкурсе. Здесь мы раскрываемся, узнаем свои слабые места, свои сильные стороны узнаем. И, конечно, это уникальная возможность, прежде всего, саморазвития. Участники уже прошли конкурсные испытания двух туров, представили визитную карточку, вобщили собственный опыт работы, провели открытое занятие, а сегодня консультации и близ турнир. Каждый педагог-психолог представлял себя и свою роль в той образовательной организации, в которой он работает. Это и детские сады, и школы, и школа-интернат номер два в этом году. В целом сегодня принимали участие в конкурсе 12 участников, 12 педагогов-психологов. В финал вышли шесть участников конкурса после проведения открытого занятия. Из шести конкурсантов определяются лауреаты. Это те, кто займут второе и третье места и победитель муниципального этапа. Он получает право представлять в Сочи на крыльбом конкурсе педагог-психолог Кубани в марте этого года. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.